Приветствую вас, аноним. Давайте мы с вами разберем ваш вопрос. Значит, всем добрый день. Ситуация просто ужас. Две скобочки. Скобочки невеселые. Ну, вот, еще даже не вникая в суть, я могу сказать, что самая характеристика ситуации как ужасность, это уже некая такая игра, некая такая манипуляция, неосознанная. То есть я представлю ситуацию как ужасную, чтобы выглядеть в этой ситуации жертвой, чтобы на меня обратили внимание, мне помогли, меня спасли и пожалели. И помогли. То есть это такая вот, получается, непрямая потребность в внимании. Вот. Психологическую игру, разве это не ужасно? Я рекомендую вам почитать. И всем, кто вот часто испытывает такие эмоции, что это ужасно, что ситуация ужасна, что какой ужас и прочее, я рекомендую почитать про психологическую игру. Просто, чтобы понять свою роль в этом. И понять некоторые интенсии, которые присутствуют. То есть здесь вовсе не про то, что с человеком случилось что-то ужасное. Здесь вовсе не про то, что обстоятельства сложились так, что вот кругом один ужас и тихий ужас и прочее. Нет. Здесь немножечко про другое. Здесь совсем, если честно, совсем про другое. Дальше. Попробую объяснить. Мой мужчина часто уезжает трудиться на север на заработках. Ну, смотрите. Что здесь? Мой мужчина. А, то есть число собственничества. Мой мужчина, число собственничества. Это либо привязка детская, либо родительский контроль. Да? То есть это уже не равноправные отношения. Это уже не свободные, это уже не конструктивные отношения. Это уже отношения к какой-то такой принадлежности, предметности своего партнера. Дальше. Уезжает на север на заработки. Ну, вот тут понятно. В общем, вы находите на расстоянии и из этого возникают какие-то проблемы. Вопрос заключается в том, принимали ли вы, что у него такая работа, такой образ жизни или нет. Когда начинали с ним встречаться? Если принимали, то о чем разговор? Ну, мы там дальше конечно разберем, но вот пока что суть. То есть, ну, непонятно. То есть, если вы принимали мужчину такого, если вы приняли его, то, ну, это его образ жизни со всеми вытекающими последствиями. Если вы не принимали, то зачем вы тогда с этим человеком? Другой вопрос, куда более интересный вопрос, это вот мой мужчина, да, вот этот принадлежность. Принадлежность какая-то, чем она связана? Да? Это желание контроля, это потребность защиты. То есть, понимаете, вот любое отношение как принадлежность, да, любое отношение к человеку как интенция к принадлежности, интенция принадлежности в своем основании имеет защищенность, чувство защищенности, то бишь тревожность, то бишь не умение полагаться на себя, страх личной ответственности, страх совершить ошибку. Вот. Вот в этом направлении я рекомендовал бы вам как-то подумать, да, почему мой мужчина, как я прихожу к тому, чтобы называть его мой мужчина, а не там, не знаю, Петр, там, любимый. Любимый, да, если вы его любите. Жених, там, вот такой. То есть, мой парень, мой, можно сказать, мой парень. Мой жених, можно сказать, непонятно чей жених и чей парень. Мой мужчина, он не чей. Если парень может быть чей-то, жених может быть чей-то, муч может быть чей-то, да, любимый может быть кем-то, то мужчина нет, мужчина он не чей. И это не просто оговорка. Дальше. Дальше. Если он там остается на несколько месяцев, обычно он снимает мне квартиру, я приезжаю, когда-то месяц к нему туда. Как-то вот, ну, хорошо, он снимает квартиру, вы приезжаете туда, вы приезжаете, чтобы вместе время проводить. Вы приезжаете, потому что вы скучаете по нему. Это ваше обоюдное решение. Вы приезжаете, потому что он скучает и ревнует, например, вас. Вы приезжаете, потому что вы ревнуете и скучаете по нему, и ревнуете его к кому-то. Сложно представить себе человека, вот в данном случае и вас, имеющего свои собственные цели, имеющего свой собственный образ жизни, свой собственный круг друзей, знакомых и прочее. Сложно представить себе, свое дело, да, свою деятельность, в которой человек реализовывается. Сложно представить себе такого человека, приезжающего к другому на, вот, ну вот, в каком он, на, в кадре, в приезжающий куда-то. И остающий, и оставающийся там, я полагаю, ни на один, ни на два, ни на три дня. Вот сложно, сложно это представить. То есть здесь уже чувствуется некая такая нервозность, да, то есть вот, ну, я влюбил, я выбрала быть с человеком, он уезжает на крайний север на заработки. И я к нему туда мотаюсь, да, то есть ни туда, ни сюда. То есть я вроде бы и приняла, что он на север, что он уезжает, но в то же время и не приняла, я же к нему сама. Вот. То есть это вот такая ведомая позиция, она, конечно, не может, не может не вызывать определенных, эм, таких, проявлений неудовлетворенности. Скажем так. Сейчас он, сейчас он опять уехал на север, но к нему я смогу приехать только в октябре, так как у меня папа в сентябре ложится на операцию, я должна быть с ним. Должны или хотите? То есть, ну, ложится папа на операцию, причем, если вы. Ну, я серьезно, как вы поможете папе лучше пройти операцию? То есть не очень понятно, почему вы должны быть с ним. Одно дело, если вы хотите быть с ним, это да, но я думаю, что если бы вы хотели, не было бы у вас, эм, такого момента, что я могу поехать только в октябре к молодому человеку, потому что вот, эм, типа, я должна быть с папой. То есть не было бы такого. Значит, это вопрос, хотите ли вы быть с папой? Вы бы так сказали, что я хочу быть с ним. Вы сказали, я должна быть с ним. Возникает вопрос, почему должна для вас важнее, чем хочу. Да? Эм, обесценивание здесь происходит. Так вот, вчера мы немного поссорились, а у меня такая глупая, что все накрутила в голове, довелась в этой истерике и все. Вот здесь началось такое самообвинение, самоопочивание, себя. Вот. Это то же самое, как и с ужасной историей, ужасной ситуацией. То есть, эм, человек, эм, не решает ситуацию, человек не извлекает опыта, а человек не проживает какие-то моменты, а человек просто дает оценку. Это ситуация ужасная. Это, эээ, я поступила глупо. Я глупая. Да? Ну, еще можно понять, эээ, когда говорят, что поступил глупо. Можно понять, можно понять, когда поступок оценивается, как глупый. Но, как можно оценить человека, тем более, как можно сам себя, человек, оценить. Большая загадка. Кроме того, что вы себя обесцениваете здесь. Так, эээ, все накрутило в голове, довелась себя до истерики и все. Эээ, что накрутили в голове, что вас тревожит, эээ, как вы пришли к тому, что себя накручивали, что лежит в основе того, что вы, того, что вы накрутили. Какие мысли, какие желания, ээ, страхи какие. Вот. Я даже не помню, впечатливые, из-за чего была ссора. Просто не о чём. Нет, ну, если ссора была, то она была о чём-то. И вот я накрутила себя и прилип тупые, эээ, тупые смс с огромными текстами о всякой фигне. Типичная бабская истерика. Ну, типичная бабская истерика. Она может быть типичной для мужчины, но, да, когда истерикой стоит, ээ, тревожность, которая не была обреагирована должным образом. Ээ, желания, которые не реализованы и не услышаны должным образом. И, эээ, перекладывание ответственности на другого человека. То есть некая зависимость от другого человека. Эээ, дальше. Эээ, всё ещё усугубилось тем, что меня пригласила подруга попрощаться, так как она уезжает навсегда в другой город. Кто драматично звучит, знаете, навсегда. То есть, ну, сейчас такое время, что приехать, мне кажется, откуда-то не проблема. То есть сама идея прощания тоже, мне кажется, как-то драматична. Так вы вот склонны как-то вот, вы и ваша подруга склонны как-то вот драматизировать всё. Ну, да, ну, такой эпатаж, можно сказать. Хм, да. Ааа, я выпила шампанского, ну и всё. Я резко пью, взогмелела очень быстро, писала просто чусь, половину которой даже вообще не помню, всё бы ничего. Но к нему приехал отец, повидался, всё это время прочитал. Я даже не подумала об этом. Его отец мне написал, я перед ним изменилась. Не очень понятно, какое отношение имеет отец к вашему молодому человеку и почему отец считает переписку вашего молодого человека. За что именно вы изменились пред отцом, мне тоже не понятно. Дальше, дальше, его отец присылает мне сообщение, вы же его девушка, можете объяснить то, что вы написали. Я стыдаю, я не придумал ничего лучше, как оказать, что вообще ошиблась номером написала не тому человеку. Ааа, откуда чувство стыда? Откуда чувство стыда? Что это за чувство? Как вы к нему приходите? Откуда оно у вас появляется? Из-за чего оно у вас появляется? Как часто вы его испытываете по поводу чего? Потому что стыд это проблема. Не знаю, как поверил ли он в это или нет, но он сказал спасибо. Он говорил о вас и его телефон пока у меня, скоро отдам ему. Он бы скорее всего забыл телефон, у него бывает такое немного рассеянное. Знаете, личные переписки являются табу для любого человека, кроме того, кому они непосредственно адресованы. Ну, не знаю. Странно. То есть, между отцом и молодым человеком, по сути, нет лишних границ. Так вот, я опять вглубил, потому что он, видимо, говорил им обо мне. А я такая, пишите-то ошиблась номером, мне хочется просто провалить сквозь землю. Сейчас я тебя короче, он сильно мне так неудобно и сильно переним его папой. За что стыдно-то? Я не знаю, мысли у меня за это простить. А за что простить? Пока что он не пишет и не звонит, я стараюсь не трогать. Чего вы боитесь? Получается, все-таки не общаемся. Помогите. Что мне делать? Если делать, чтобы что? Вам себе нужно разобраться на самом деле. Свои чувства и как-то вот более раскрепоститься что-ли. Как себя исправить? Что именно? Я пытался с ним звезда, он пока не отвечает. Я не хочу всех на войне, как преподочного. Тем более, мой телефон не передал. Даже пока он выйдет назад, а если не выйдет, я даже не знаю. Как себя исправить сейчас? Что именно исправить? Как перестать себя накручивать и исцелить как идиотка? Поработать с зависимостью от мужчины и обратить вспять то, что вы с ним, по сути, находитесь в слиянии. Вы бы простили свое любимое такое? Ну, начнем с того, что меня бы это не задело вообще никак, начнем с того, что мои переписки не оказались бы у кого-либо еще. То есть мне, если люди пишут, они пишут только мне. Я никому не демонстрирую их, никому не показываю. Вот. И так же я не люблю читать шажей переписки. Про наши отношения скажу немного. У нас очень теплые отношения. Мы просто... И мы жили просто прекрасно. Кто мы? Конечно, иногда по-настоящему взорвались, всегда быстро мирились. К последним месяцам нас началось сильное недопонимание. Меня очень сильно с ним конфликтовало. А из-за чего? Причина-то какая? Знаете, вот вы все как-то мимо сути идете. А потом поговорили, все решили, помирились. Только... И вот все только... И все только у нас. После той большой ссоры началось хорошо, как я просто лыско и кофигнуло. Как думаете вы простите меня? Дело не в том, что он простит вас. Дело в том, что вы себя так ведете. Вы себя обвиняете, вы себя обесцениваете, вы себя садите. Вы боитесь, у вас тревога, у вас зависимость, у вас истерика, потребность во внимание. Все это нужно корректировать. Понимаете? Все это нужно корректировать и все-таки как-то заниматься личностным ростом. Тогда ситуация не повторится. Пока. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом для вас. Подписывайтесь на канал. Продолжение следует...